В быту нас окружают различные нагревательные электрические приборы. Электроплитка, электрический чайник, лампы накаливания, фен, паяльник. Все они устроены примерно одинаково. Натянем между двумя гвоздями нехромовую проволоку и будем пропускать через нее электрический ток. Когда сила тока достигает 3 А, проволока начинает светиться, а при 5 А она разогревается до ярко-оранжевого цвета. Как выделяемое в проволоке тепло связано с протекающим по ней электрическим током? Ответ на этот вопрос напрямую выводится из базовых понятий об электричестве. Рассмотрим проводник, концам которого приложено постоянное напряжение 1 В. Созданное внутри проводника электрическое поле совершает над зарядом в один кулон, перешедшим с одного конца проводника на другой, механическую работу в один джоуль. Чтобы не путаться, будем переносить отрицательные заряды от минуса к плюсу, ибо электроны в проводнике именно таковы. Поскольку проводник обладает сопротивлением, разгоняемые электрическим полем электроны все время сталкиваются с атомами в узлах решетки проводника. Их кинетическая энергия переходит в тепловую энергию хаотических движений решетки, и проводник нагревается. В общем случае, если напряжение равно У, и прошедший по проводнику заряд равен Ку, совершенная полем работа равна произведению напряжения на заряд, и выделившаяся тепловая энергия Е тоже равна произведению напряжения на заряд. На практике нам удобнее говорить не о зарядах, а о токах. Разделим обе части этого соотношения на время Т. Энергия, выделившаяся в проводнике за единицу времени, это тепловая мощность W, она измеряется в ваттах. Заряд, прошедший через проводник за единицу времени, это сила тока И, измеряемая в амперах. Получаем, что если напряжение У на участке цепи создает ток И, то в этом участке выделяется тепловая мощность, равная произведению напряжения на силу тока. Чтобы проверить это соотношение на опыте, построим такую установку. Вставим в крышку термоса провода с прикрепленной к ним нехромовой спиралью и датчик температуры. Внутрь колбы от термоса зальем воду при комнатной температуре и закроем колбу крышкой. Включим источник и посмотрим, как температура воды меняется со временем. Когда напряжение на спирали составляло 5,5 вольт, через спираль протекал ток в 2 ампера. Выделяемая мощность была равна 11 ваттам, и вода нагревалась за 7 минут на 4 градуса. А когда напряжение увеличилось вдвое до 11 вольт, ток тоже увеличился вдвое до 4 ампер. Мощность увеличилась в 4 раза и стала равна 44 ваттам. И теперь за те же 7 минут вода нагрелась не на 4, а на 16 градусов Цельсия в 4 раза больше. Мелкий дребезг на графике происходит из-за того, что вода внутри колбы постоянно перемешивается из-за конвекции. Если для нагревательного элемента выполняется закон Ома, формулу мощности можно переписать еще двумя способами. Выражая напряжение через ток, получаем, что мощность равна И квадрат Р. А выражая ток через напряжение, получаем, что мощность равна У квадрат делить на Р. Первая формула говорит, что мощность пропорциональна квадрату тока, проходящего через нагревательный элемент. Вторая, что мощность пропорциональна квадрату напряжения, падающего на этом элементе. А как быть сопротивлением? Ведь оно в первой формуле стоит в числителе, а во второй в знаменателе. Ответ прост. Если мы обеспечиваем постоянство силы тока, то большая мощность будет выделяться на большем сопротивлении, потому что на нем падает большее напряжение. Это характерно для последовательного соединения сопротивлений. А если мы обеспечиваем постоянство напряжения, то большая мощность будет выделяться на меньшем сопротивлении, потому что через него течет больший ток. Это характерно для параллельного соединения сопротивлений. Все эти соотношения были получены независимо английским физиком Джейнсом Джоулем и российским физиком Эмилием Ленцем. Поэтому их называют законом Джоуля-Ленца. Номинальная мощность этого чайника составляет по паспорту 1800 Вт. Что такое номинальная мощность? Это мощность, которая выделяется в нагревательном элементе, когда чайник включен в сеть 220 В. Давайте посчитаем сопротивление нагревательного элемента этого чайника, а потом проверим свой расчет. По формуле Джоуля-Ленца сразу же найдем силу тока протекающего через работающий чайник. 1800 Вт поделить на 220 Вт будет 8 Ампер. Отсюда по закону Ома найдем сопротивление нагревательного элемента. 220 Вт поделить на 8 Ампер получается 28 Ом. Проверяем расчет. Мультиметр показывает сопротивление, весьма близкое к расчетному. КОНЕЦ